Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Парадные расчеты Вооруженных сил России, силовых структур, ветеранских патриотических общественных организаций, военных учебных центров и кадетских классов. В Самаре на площади Куйбышева прошел парад памяти. В Самаре торжественно открыли мемориальную доску памяти Максима Пуркаева. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. Парад, изменивший историю. Для школьников четвертых классов провели экскурсию на аллее трудовой славы. Все на старт. В областной столице прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню народного единства. Связь времен и поколений. В Самаре прошел традиционный парад памяти, самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Парад памяти прошел уже в 12 раз. Какие традиции соблюдаются и что нового привнесли организаторы в этом году, расскажет Андрей Горгуленко. Как и 81 год назад, площадь Куйбышева принимает участников парада. Тогда, в ноябре 1941 по площади маршировали и сразу отправлялись на фронт более 25 тысяч бойцов Красной Армии. Сегодня солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, которые чтут память своих предков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас после первой годовщины военного парада! Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина сначала возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь исторического парада, а затем обратились к участникам. Сегодня мы отдаем дать памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас, обратиться к подражанию и воспитанию наших детей и внуков. Память для тех, кто нас предстоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Наш парад памяти действительно народный. Он объединяет людей всех поколений. Это символ народного единства, символ нашей стойкости и веры в победу. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды. По сложившейся традиции парад памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военноучебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника, мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. С каждым годом география участников парада расширяется. В этом году участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые гости из Дагестана и Донецкой Народной Республики, юнормейцы города Снежное, с которым Самарская область, первая из регионов России, заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. Затем по площади маршировали курсанты военных кафедр, ученики кадетских школ, воспитанники военно-патриотических клубов и участники движения Юнармия. Всего в параде памяти приняли участие 106 расчетов. Это более 8 тысяч человек. Среди них были и участники специальной военной операции, и бойцы, которым только предстоит отправиться в зону боевых действий для защиты мирных граждан и территориальной целостности России. Завершался парад памяти, как и в 1941 году, демонстрации трудящихся. Более 10 тысяч человек прошли по площади в колонны представителей предприятий, учреждений образования и здравоохранения, городов и районов Самарской области. Колонну администрации Самары возглавляла глава города Елена Лапушкина. Сегодня пойдут трудовые коллективы, сегодня пойдут наши активные жители, они пойдут в рамках демонстрации трудящихся. Просто люди действительно могут остаться в стороне и принимают участие в этом замечательном событии, таком важном для Самары, да я думаю, не только для Самары. Сразу после парада для многочисленных участников и гостей были доступны интерактивные выставки. В одной палатке были представлены стенды про исторический парад 7 ноября 1941 года, а в другой участники поискового отряда демонстрировали уникальные предметы той эпохи – находки с мест сражений. Это вот та материальная часть, то история, которая была, на которую можно докоснуться и посмотреть, и понять, почувствовать именно то, что происходило во времена Великой Отечественной войны. Также гости могли подкрепиться блюдами полевой кухни и поближе рассмотреть технику, которая участвовала в параде. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре открыли новый памятник. Он посвящен генералу Максиму Алексеевичу Пуркаеву. Мемориальная доска в честь военачальника появилась на здании окружного дома офицеров рядом с площадью Куйбышева. В торжественном открытии памятника приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты и военнослужащие. Подробнее о событии расскажу в репортаже. Во время Великой Отечественной войны Максим Алексеевич Пуркаев был начальником штаба Юго-Западного фронта, командующим 60-й армии, которую собрали в Куйбышеве. Именно солдаты этого военного формирования в 1945 году, дойдя от Волги до Берлина, водрузили знамя победы над Рейхстагом. Пуркаев был опытным и всесторонне знавшим свое дело генералом, человеком высокой культуры, штабистом большого масштаба. В 1941 году на Самарской земле, в этот день, 7 ноября, он командовал военным парадом, который укрепил веру в силу русского оружия и его способности одержать победу над врагом. Подготовка военного парада 1941 года в запасной столице Советского Союза, Куйбышеве, была делом государственной важности, с которой генерал Пуркаев справился блестяще. Шествие парадных расчетов на главной площади города 7 ноября произвело огромное впечатление на дипломатический корпус, убедив иностранных гостей в мощи Красной Армии и готовности советского народа к тяжелой и продолжительной победной битве с врагом. Это была хорошо спланированная военная операция, в результате которой в войну против Советского Союза не вступили ни Турция, ни Япония. На примере таких людей, как генерал Максим Алексеевич Пуркаев, мы и сегодня учимся патриотизму, верности своему гражданскому долгу, самоотверженному служению Отечеству. Особенно это важно на переломных этапах истории, когда решается судьба нашей страны. Именно на таком историческом этапе мы сегодня и находимся. Символично, что именно в этот день, 7 ноября, в Самаре появился мемориал, посвященный генералу Максиму Пуркаеву. Памятную доску открыли на здании окружного дома офицеров. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Лучшие из лучших. После парада памяти в Доме офицеров наградили участников шествия. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Для Ильи Коробейникова из Республики Удмуртия этот день особенный. Парадный расчет под его предводительством занял первое место в рамках парада памяти, который сегодня прошел на площади Куйбышева. Признается, с ребятами готовились к такому важному историческому событию каждый день. И, как оказалось, не зря. Готовились мы каждый день. Волновались у себя в городе, в Республике. На территории школы пенировались. Думали, что займем первое место, но все же это трепет. Нужно ожидать всего. Второе место за лучшее парадное прохождение досталось расчету из Оренбургской области. А на третьем расположилась команда из Чувашской Республики. В Самарском Доме офицеров наградили лучших из лучших. На торжественную церемонию приехала и глава Самары Елена Лапушкина. Награду ребятам вручил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов. Сегодня в зале собрались те, кто проявил хорошую строевую выучку, слаженность. Мало быть хорошо подготовленным в индивидуальном плане участникам прохождения. Важно, как ты в строю, как ты в взаимодействии с сослуживцами, с своими товарищами. В ходе торжественной церемонии также наградили школьников и студентов, победителей творческих патриотических конкурсов. Кроме того, ребятам вручили медали от Совета Федерации России за проявленное мужество. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Самарские школьники могли посмотреть парад памяти, который состоялся сегодня в областном центре, не покидая учебных заведений. Прямая трансляция торжественного шествия проходила в каждой школе Самары. В одной из них побывала и наша съемочная группа. В Самарской школе 57 ровно в 12 часов дня наступила тишина. В лекционном зале в это время началась трансляция парада памяти, который проходил сегодня там же, где и 81 год назад, на площади Куйбышева. Мне очень понравился этот парад, достаточно грациозный, красивый. Большое количество войск, вооружения. Это показывает силу нашей страны. Мне очень понравился парад. Я очень гордая за наших ребят, нашей школы. Они тоже принимали там участие. Мой брат тоже принимал там участие. И мне прям очень понравилось посмотреть. Было очень интересно. Я бы хотела даже когда-нибудь поучаствовать или посмотреть вживую. Трансляция парада памяти велась во всех образовательных учреждениях областного центра. Старшеклассникам перед началом показали историческую хронику парада 7 ноября 1941 года. Поразило, конечно же, то, что буквально на следующий же день, даже в этот же вечер, люди, которые участвовали в параде, они были отправлены на фронт. И то, что это все такое величественный парад происходил во время военных боевых действий. О событиях тех лет школьникам рассказывают в рамках темы, которая называется «Куйбышев. Запасная столица». Ученики изучают исторические документы, смотрят видеофильмы, снятые в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Наша историческая память – это, наверное, самое главное, что есть у каждого человека, гражданина своей страны. И я считаю, что такие мероприятия для детей просто-напросто необходимы. И возможность поучаствовать в них, и опять же вспомнить о тех, кто был на параде 7 ноября 1941 года. Первый парад памяти в Самаре прошел в 2011 году. В 2022 он носил название «Дорогой Победы». Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В день памяти парада 7 ноября 1941 года ученики технического лицея имени Королева пообщались с ветеранами боевых действий. Некоторые из них недавно вернулись из зоны специальной военной операции. Ко встрече с ветеранами лицеисты приготовили обзорную экскурсию по музею. Рассказывали о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Один из ребят подготовил доклад о легендарном самолете Ил-2 и продемонстрировал собравшимся диораму, которую сделал своими руками. Большую часть времени посвятили обсуждению исторических событий, рассказывающих о подготовке Куйбышева к параду 7 ноября. Были решены стратегические задачи того времени в параде в городе Куйбышеве, а именно, увидев силу не только военной техники, и она была продемонстрирована, почувствовали все военные разведки в дух нашего народа. И было понятно, что советского человека не победить. Парад, изменивший историю. Для учеников кадетской школы номер 95 провели познавательную экскурсию. Она прошла на аллее трудовой славы. Школьники не только узнали новые факты о военном Куйбышеве, но и поучаствовали в историческом квесте. Еще ракеты, еще что? Пули, пули, еще что? Одежда, гранаты, одежда. Утро для учеников четвертых классов кадетской школы номер 95 началось с изучения истории родного края. Вместо уроков – пешая экскурсия по аллее трудовой славы. Для ребят сотрудники ДК «Победа» приготовили познавательную историческую лекцию «Парад, изменивший историю». Она посвящена породу памяти 7 ноября 1941 года, который прошел в Куйбышеве. Сегодня мы проводили экскурсию для кадетов из школы номер 95. Они сами изучали мемориалы, сами читали, что делал наш город, сколько производил самолетов, двигателей. Если мы не будем помнить нашу историю, то у нас не будет будущего. Наша сегодняшняя экскурсия касается не каких-то далеких вещей, она касается конкретно наших семей, бабушек, дедушек, потому что они все принимали активное участие в становлении нашего города. Ребята активно демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы. Также каждый поучаствовал в историческом квесте. Школьникам нужно было узнать и рассказать подробности о самолетах, которые производились на Куйбышевском авиационном заводе. В этом им должна была помочь информация, указанная на мемориале. Мы готовили, конечно же, учащихся к этой экскурсии, рассказывали, вспоминали о том, какие есть заводы, что Самара – запасная столица, город продовой доблести. Поэтому ребята сегодня были очень активны, с удовольствием отвечали на вопросы. По словам организаторов, несмотря на юный возраст, школьники уже обладают внушительным багажом знаний. Она прошла блестяще. Ребята показали такую дисциплину, подготовку. Мы думали, они будут плавать на вопросах викторины, ничего подобного. Ну, за такое поколение просто радостно и можем гордиться им. Экскурсия завершилась возложением цветов к триумфальной арке. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на Галактионовской, в скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской-Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс, также займутся проходкой перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают и в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галактионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке сейчас занимаются выносом водовода, переустраивают и ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. В дальнейшем в этой локации будет стыковка тоннелей, действующих и новых. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены. Скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции, ввели односторонние движения по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяют сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, также стараются минимизировать неудобства для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно, а при этом шумные работы ночью не производят. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжат и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где трудиться начали 8 октября, вынос инженерных сетей должны закончить к концу ноября. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной» до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов подземки. А путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где сосредоточено большое количество театров, музеев и других социокультурных площадок. И очень хорошо, что вот так активно начали строительство этой станции. Люди ездят в центр, так принято во всех городах мира, что в центре сосредоточены все театры, все культурные какие-то знаковые события, наша набережная. Ну, в общем, Старая Самара – это как бы лицо, историческое лицо города, поэтому, конечно, со всех районов хотят приехать. И праздники, и парады, и демонстрации. Все проходит у нас, концерты большие на площади Куйбышева, на набережной. Так что, конечно, такая станция нужна. В День народного единства в Самаре традиционно прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Для жителей областной столицы программы подготовили четыре музея и другие культурные учреждения города. Самыми интересными событиями поделимся в репортаже. К традиционной всероссийской акции «Ночь искусств» литературный музей имени Горького подготовился основательно. Самарцев и гостей города ждал уникальный в своем роде мастер-класс – пластилинография, то занятие, к которому можно подойти, даже не имея за плечами художественного образования. Картины за столом создаются из пластилина. Все под присмотром опытного художника. Холодный синий мы подмешиваем для того, чтобы вот эта часть солнца, красная и желтая, стала контрастнее. Спустя час в экспозиции литературного музея погас свет, и гостям вручили электрические свечи. Эта часть программы прошла в полумраке. Обычно мы проводим экскурсии, рассказывая в большей степени об Алексее Толстом и о литературе, а в этот раз мы выключим свет и будем подсвечивать только картины, живопись и графику, рассказывать о них, как будто бы у нас музей не литературно-художественный, и через них в то же время обращаться и к творчеству и биографии Алексея Толстого. В музее знаменитого советского режиссера Эльдара Рязанова, кроме бесплатного посещения экспозиции, организовали лекцию. Ее посвятили одной из работ мэтра – фильму «Гусарская баллада». В этом году фильму исполнилось 60 лет, и вообще сам фильм был снят к 150-летию победы в Великой войне 1812 года. Всероссийская акция «Ночь искусств» появилась в 2013 году по инициативе Министерства культуры России. В этом году традиционные события превращали ко Дню народного единства. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. А любители здорового образа жизни в День народного единства пришли на старт Самарского полумарафона. Всего организаторы насчитали полторы тысячи участников – детей, взрослых и пенсионеров. На легкоатлетическом забеге побывал Сергей Кизоркин. Первый старт легкоатлетического полумарафона в беге «Мы едины» собирал участников с 8 часов утра. Забег посвятили Дню народного единства. Полторы тысячи человек пробежали различные дистанции. От Самарской мили в 1586 метров до полумарафона. Физкультурников горячо приветствовали на открытии соревнований почетные гости – представители городского департамента спорта и легкоатлетической федерации. Это завершение электрического сезона в Самарской области. Собрались все истинные любители легкой одетики, здорового образа жизни. Этот год у нас получился прекрасный именно в электрическом. Не помешала никакая ни пандемии, ничего. Все старты у нас по расписанию, все состоялись. Наши любые спортивные мероприятия всегда проходят с прекрасным строением, спортивным задором. Там все участники заряжены на отличный старт и, соответственно, на победу. У нас международный забег, каким он и является. Все ребята, все, кто весь год вкладался в свои достижения, пришли сегодня сюда, чтобы в эту морозную погоду показать свой лучший старт. На Самарский полумарафон приехали спортсмены со всей России, а также из соседних стран. Погода свежая, бежал из бодра, несмотря на теплую одежду. Так что доволен. Сезон уже закончил в том месяце. Железная дистанция подряд была. Но вот это вот такой приятный бонус получился. Бежал с отличным настроением. Тем более сразу вырвался в первую пальчику. Так что бежал из очень приятного. Спортсмены выбирали дистанцию по душе. Три или десять километров можно было пробежать или пройти по северной системе с палочками. 21 километр только пробежать. Некоторые могли выйти на старт корпоративного забега. Три километра я второй раз бегаю, а 10 километров до этого еще бежал. Три километра надо, чтобы обойти всех, а 10 километров или 21, там можно нарастать темп. Поэтому три километра тяжелее бежать. Без наград и подарков на самарском осеннем полумарафоне никто не остался. Каждый участник получил памятную медаль. Победители и призеры – золото, серебро и бронзу. Новый легкоатлетический сезон стартует в Самаре в апреле 2023 года. Медали уже ждут своих потенциальных героев спорта. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, события. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре 8 ноября заработают электросирены. В этот день будет проводиться плановая техническая проверка готовности муниципальной системы оповещения. С 10.40 до 10.45 в городе заработают электросирены и сиреноречевые установки на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Департамент образования Самары в своем телеграм-канале информирует о том, что в настоящее время здание детского сада, расположенное по адресу улицы Ташкентская, 184А, внесено в АСУ РСО как второй корпус детского сада комбинированного вида номер 120. Его можно добавить в заявление о постановке ребенка в очередь, обратившись в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В новом детском саду планируется три группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и три группы для детей от 3 до 7 лет. Распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения, в том числе в детский сад на Ташкентской, планируется провести 18 ноября. Администрация железнодорожного района приглашает жителей посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19 и пройти повторную вакцинацию. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания. В период пандемии для поддержания защитных функций важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Администрация Кировского района Самара напоминает в своем телеграм-канале, что 1 декабря – это срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Для удобства оплаты можно воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, как они поступают с ненужными вещами. Более половины ответили, что отдают родственникам и знакомым. 31% вопрошенных выбрасывают, 10% отдают на переработку и 8% – в секонд-хенд. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!